Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Север и с радостью объявляю вам тему нашего сегодняшнего эфира «Говорим правильно». Именно так звучит она. Не зря мы собрались здесь сегодня, чтобы поговорить на такую тему, ведь совсем скоро отметится Международный день логопеда. Что же это за профессия? Кто эти люди, которые учат нас говорить правильно, выговаривать сложные звуки? Ну и, конечно же, как-то красиво преподносить всю свою речь, чтобы окружающим было приятно, чтобы ласкало звук, слух. Что ж, 202.11.22, задавайте свои вопросы, ну а я тем временем представлю нашего первого гостя. Итак, в студии у нас Елена Новознова, руководитель логопедического центра «Дома Аспыки». Здравствуйте, Елена. Елена, ну, первый, наверное, вопрос будет очень даже логичный. Кто же такой логопед? Действительно ли ограничивается все его умения, навыки и задачи тем, что он учит нас выговаривать букву «Р» в детстве, либо достаточно шире все это понятие профессии логопеда? Нет, логопед, безусловно, это, конечно, универсальный такой человек, универсальный специалист для детей, который может не только заниматься коррекцией звукопроизношения, то есть исправлением звуков, но также и заниматься такими образовательными, скажем так, дисциплинами, да, то есть внимание, память, мышление, мелкая моторика, то есть какие-то регулировки эмоционально-волевой сферы, то есть вообще коммуникативный аспект, когда взаимодействуют с другими людьми, социализация детей, то есть этим всем может заниматься логопед, всем, да. А какой возраст все-таки? Кто ваш клиент? Это дети в большей части? Ну, в основном, конечно, дети, сейчас очень много детей, но логопед не ограничивается помощью только детям, то есть здесь и взрослые люди, молодые люди, то есть школьники, старшие школьники, даже взрослые дяденьки и тетеньки, которые хотят исправить свою речь, они могут обратиться к логопеду и получить соответствующую помощь. Дом Азбуки, о логопедическом центре своем и логопедических услугах, которые предоставляете, расскажите вообще, как давно в Самаре такая небольшая историческая справка? Ну, на самом деле в Самаре мы работаем уже два года, да, ну, мы нацелены, конечно, на тяжелые нарушения речи, то есть это сенсорная, моторная, лали, и также дети с нарушением коммуникации, аутизм, да, то есть у нас такие более тяжелые нарушения. Но в любом случае все, кто нуждается в логопедической помощи, обращаются, могут обратиться к нам, и у нас много деток, просто их помощь будет быстрее, и, ну, то есть они уйдут, исправив свой звук, или, допустим, что-то какой-то один аспект, и быстренько уйдут от нас. То есть у нас специалисты универсальные, которые могут работать как с тяжелыми нарушениями, так и с легкими нарушениями речи. Угу. Хорошо. Что ж, действительно одно из таких, наверное, ну, мне непонятно, мне вообще непонятно, как можно взять и запустить речь у ребенка, но этим вы занимаетесь, да? С какого возраста? Вообще расскажите, пожалуйста, о методе запуска речи. Ну, на самом деле, есть, знаете, такие дети, называют их маленькими партизанами, да, которые по какой-то причине не говорят. Ну, вот не говорят ни дома, нигде, показывают пальчиком, просто не говорят. Есть дети по какой-то причине, то есть органической не говорят, то есть какое-то есть нарушение, которое вызвало вот именно вот неговорение. Часто, то есть работают по классической методике, то есть вызывание звуков, когда там или ограничивают, допустим, там, какое-то слуховые восприятия, чтобы вот ребенок больше там заговорил, или наоборот их усиливают эти слуховые восприятия. То есть там, если моторный аспект страдает, то делают больше массажа ребенку, то есть чтобы у него вызвать речь, да? Но, конечно, безусловно, да, срабатывает, срабатывало, ну, не у всех, может быть, детей, но работает. То есть много логопедов работают по классической методике. Наш центр работает по новой методике, инновационной технологии, да, методу запуска речи у неговорящих детей. Этот метод разработала Татьяна Грузинова в Москве. Мы ездили учиться, то есть Татьяна Грузинова предположила, что можно каждый звук, тем более согласный, хотя по классической методике это гласный, посадить, скажем так, на жест. То есть когда ребенок видит жест, он запоминает лучше жест, чем на слух звук, и ему можно помогать. Или есть дети, у которых сенсорный аллолей, то есть восприятие, то есть у них, в принципе, слова могут быть, просто они не понимают, что это слова, и что обозначают эти слова. То есть они даже могут говорить некоторые слова, не относящиеся ни к предметам, ни к действиям, то есть, ну, просто вот говорить. Не могут связать. Да, не могут связать. И когда показываешь какое-то действие и говоришь слово, соотносишь, то чаще всего ребенок приобретает этот навык. И когда показываешь жест, связанный с этим действием, то происходит такая связка. Пазл складывается, и у детей получается, что они реагируют на жест, произнося соответствующее слово. И таким образом мы как пирамидка начинаем, скажем так, вот эти колечки одевать. То есть слова, потом прибавляем еще-еще, или звуки, когда еще-еще-еще прибавляем, и собираем либо слово, либо предложение. Угу. Слушайте, ну, это действительно сейчас занятие у логопеда очень интересное. Не говорю ни понаслышке, потому что сама была у вас в центре, сама видела, как вы занимаетесь с детьми, как ваши коллеги занимаются с детьми. Я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, чтобы наши телезрители поняли, погрузились немножко в обучающий процесс. Ну, а после возвращаемся в студию. Когда ребенок начнет говорить, и как он заговорит, зависит от поддержки со стороны взрослых. Правильной речи нужно учиться, как и многим другим навыкам в детском возрасте. И тут на помощь приходит логопед. Катится, катится, кого? И встретил кого? Волк. Волк. Сейчас занятия логопедии – это не скучные лекции за партой. Это веселый процесс, в который вовлечен ребенок. Продолжительность и ход занятий для каждого подбирается индивидуально. Формирование артикуляционных поз, развитие мелкомоторики рук, постановка звуком, развитие внимания, памяти и мышления. Логопед-дефектолог помогает решать сразу несколько задач. Мы предоставляем услуги абсолютно всем, то есть без ограничений. Даже у нас идет информация о том, что мы предоставляем услуги от полутора лет детям. Но ограничений у нас нет. К нам входят взрослые люди, которым нужно просто поправить врачи. Те, кто изъявил желание получить логопедическую помощь, они к нам приходят. Мы предоставляем бесплатную конфликтацию. На бесплатную конфликтацию мы смотрим, что действительно есть ли проблемы у ребенка, то есть не надумано ли это родителями. Слушаем родителей, что они хотят, чтобы у них было, что есть, что было и так далее. И уже составляем планы индивидуальной работы. Логопедический центр «Дом Азбуки» – это место, куда родители приводят детей со сложными нарушениями. Здесь помогают деткам с аутизмом, моторной и сенсорной аллалией, нарушением голоса. Олесе три года, она пока не говорит. В таком случае, чтобы понять потребности ребенка, логопеды используют коммуникативную книгу. В ней собраны карточки, показывая которые Олесе невербально говорит о своих желаниях. «Дом Азбука» Взаимопонимание получилось у нас. Она сейчас работает хоть с карточками, хоть может показать, что она хочет, что она не хочет. Пока еще только начинаем. Спасибо, что Елене, Юле хотя бы и нас обучают, и показывают, как надо работать с ребенком. Если вовремя заметить проблему и обратиться к логопеду, то такие слова, как «рыба», «жужелица» и «цапля» ваш ребенок будет выговаривать с легкостью. Что ж, 202 11 22, мы работаем в прямом эфире, поэтому номер телефона может задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Ну и, кстати, рассказать, быть может, свои труднопроизносимые слова, которые в детстве вам не давались. Надо мной, к примеру, мои родители смеялись, когда я хотела выразить, что мне душно, я говорила «жалко», потому что не выговаривала букву «р». Они все время спрашивали, кого же тебе жалко, Юля, но вот потом в итоге мне все-таки этот смех, видимо, надоел, и как-то заговорила я, зарычала. Хотя звуки «л» и «р» — это одной группы звуки. Одной группы. То есть если произносится звук «л», то как-то уже есть надежда. Потенциально «р» можно. Хорошо. Что ж, мне кажется, многих телезрителей сейчас заинтересовал вопрос. Действительно, тут пример с Олесей, героиней нашего сюжета, где используется альтернативная коммуникация, я так правильно понимаю. Вот скажите, пожалуйста, вот об этом методе только лишь с помощью карточек. Возможно ли дома как-то разработать это, либо без профессионала здесь не справиться? Ну, в первую очередь я должна сказать, что метод альтернативной коммуникации, он ни в коем случае не тормозит речь. То есть это, наоборот, способствует развитию речи, способствует именно говорению. Потому что зачастую родители, когда говоришь о методе альтернативной коммуникации, их пугает то, что ребенок перейдет либо на карточки, либо на какой-то другой способ и забудет вообще о говорении. Нет, этого не произойдет, наоборот, это только убыстрит процесс. Потому что со временем ребенок понимает, что говорить гораздо легче, чем принести карточку. Вот. И есть несколько методов альтернативной коммуникации. Это вот карточки ПЭКС, которые мы делаем сейчас, да, это метод, разработанный Энди Бонди и Лори Фрост. Муж и жена, два специалиста, да, один из них логопед, другой и поведенческий аналитик. Они разработали этот способ, активно его пропагандируют. И действительно он работает. Я была на их семинаре в Израиле в этом году, ездила, слушала их семинар. Да, мне очень понравилось и как бы обучалась этому уже давно. Вот. И есть такой же метод еще альтернативной коммуникации, это жестами. То есть то, что у ребенка пойдет. В данном случае у Олеси идут карточки. Поэтому нам нужно, чтобы она научилась обмениваться информацией. То есть здесь коммуникация. Она обменивается информацией, просит ее, и она ее получает. Вместо того, чтобы там какое-то нежелательное поведение проявлять. Хорошо. Как мы уже отмечено было в сюжете, то, что даже дети с аутизмом приходят к вам, родители приводят. Вот расскажите, пожалуйста, с ними есть же наверняка специфика работы. Какой метод применяете? Да, с детьми с аутизмом мы применяем метод прикладного анализа поведения. Мы тоже все сотрудники обучаемся этому методу. Сейчас активно переводят на русский язык. Даже вот международная комиссия будет переводить в 2016 году этот экзамен международный на русский язык. Можно будет получить международный сертификат. Вот этот метод прикладного анализа поведения предполагает изменение окружающей среды для того, чтобы изменилось поведение ребенка. То есть это как раз что-то нужно изменить так, чтобы ребенок заговорил, или что-то изменить по-другому, чтобы он не проявлял какие-то поведения. Дети с аутизмом характеризуются различными сопутствующими поведениями, то есть аутостимуляциями, когда трясут руками, или они не умеют ждать, например, они не понимают, когда нужно посидеть на стульчике, или что-то сделать, работать в группе. С этим мы работаем методом прикладного анализа поведения. А то есть тоже все это возможно? Родители, которые на таких детей ни в коем случае не должны отчаиваться, все это возможно и заговорить? Да, конечно, да. Поведение какое-то нежелательное, все это уйдет, покинет. Да, безусловно. Я так понимаю, что есть сайт, который очень активно действует, там очень много информации интересной, и благодаря этому сайту есть какая-то дистанционная система работы, либо еще какие-то ресурсы есть? Сайт работы... Я имею в виду ваш. Наш сайт работы, да. У нас два сайта. У нас два сайта. Это logopets63.ru и autism63.ru, где родители могут посмотреть, каким методом мы работаем относительно логопедии, относительно аутизма, и записаться на консультацию, то есть познакомиться с специалистом, записаться на бесплатную консультацию. И приехать и получить соответствующую квалифицированную помощь. Но только лишь самарские дети могут это сделать? Либо какая-то программа есть дистанционная? Дистанционная есть сопровождение, да. То есть сопровождение по скайпу, безусловно, есть. Потому что для таких детей разрабатывается программа, которая чаще всего должна реализовываться дома. Для этого мы обучаем родителей. И дистанционную тоже. То есть мы работаем по скайпу. Вот, например, родители Олеси с родителями приехали с Хабаровского края, и вот они занимаются здесь у нас. В общем, да, действительно, интересно. География такая большая, великая. Хорошо. Я так понимаю, что действительно многие сейчас, быть может, смотрят, и, быть может, интернет наш и враг, и помощник одновременно. Конечно же, поисковики, конечно же, как заставить ребенка говорить, как научить выговаривать сложные звуки, и вот как-то занимаются дома. Вот домашнее обучение, домашняя корректировка звуков, она не повредит вообще? Возможно ли ставить звуки дома самому? Возможно, но нежелательно. Почему? Потому что зачастую, как бы, механизм образования родители могут просто не знать его, да? То есть не случайно этому обучают несколько лет в институте. Механизм образования родители могут просто не знать. Были у нас случаи, когда родители самостоятельно ставили звуки, даже звуки R, и звук получался с вибрацией в другом месте, не там, где надо. И было очень сложно исправить. Вообще очень сложно исправить то, что сделали неправильно. И поэтому приходится тратить больше времени. Да, переучить всегда сложнее, чем научить. Переучить очень сложно, тем более родители более авторитетны для ребенка, чем другой человек, поэтому лучше не нужно, лучше обратиться к специалисту. Елена, я понимаю, что, увы, носите звание, не знаю, профессия логопед-дефектолог, да? Да. А, собственно говоря, это какое-то различие от обычного логопеда, или вообще возможно быть дефектологом без тире-логопед? Чем отличие от этих профессий? Нет, ну, отличия, скажем так, есть, конечно, но дело в том, что дефектолог, он может работать не только с дефектологом зачастую, вернее, работает с детьми из-за одержки психического развития, с умственной отсталностью, какие-то вот нарушения интеллектуальные, то есть более тяжелые. А логопед, он может работать как с нормотипичными детьми, так и с нарушениями развития. А логопед-дефектолог – это универсальный, опять же, специалист, который может работать и с нормотипичными детьми, и с детьми, у которых есть более глубокие тяжелые нарушения. Но это опять возвращаясь к началу нашего разговора, то, что действительно принимаете детей с какими-то сложными нарушениями и обычных ребятишек, которым необходимо, надо поставить буквально один-два звука. Ну и взрослых тоже не забывайте. Конечно, вот у нас 15-летний парень вчера пришел к нам, хочет исправить свой эр, поэтому мы его взяли. Побывав на занятиях, я для себя открыла очень много нового, неожиданного для себя, потому что я думала, что все равно это какие-то обучающие элементы за партой и именно направленные на разговор. В вашей работе много каких-то занятий и с моторикой рук, и, не знаю, игр подвижных. Вот насколько вообще важно вот это вот наполнение занятий? Не только за партой, я имею в виду, и не только речи мы тренируем, но и массаж, быть может, какой-то делаем, какая-то моторика действительно мелкая разрабатываем. Мы, на самом деле, ничем не ограничиваемся абсолютно. Если нам надо ползать по полу, мы будем ползать по полу. Если для того, чтобы ребенок заговорил, для того, чтобы он сделал то, что необходимо ему будет в жизни, мы будем делать для этого то, что в наших силах. Будем, по крайней мере, стараться. Ну и мы, да, ушли от того, что логопед – это учительница русского языка или просто учитель скучный, поэтому у нас логопед – это такая веселая тетя, с которой можно сделать то, что нельзя сделать дома. Например, рассыпать манку и рисовать. Или посеять горох по всему кабинету, да, там, и собирать его потом, или не собирать вообще, или просто веником его подмести тоже. Возможно, какой-то звук появится, потому что у нас есть целая коробка каштанов, например, и на каштаны чаще всего вызывается звук, и детям очень нравится, потому что их можно кидать в стену. А дома нельзя кидать в стену, а здесь можно. Поэтому это такая веселая тетя, которой не только интересно, но и тут еще рассыпано, получается говорить. Давайте еще раз перечислим, с чем могут обратиться родители, ну вообще, не только родители, а люди для себя, ваш логопедический центр. Это тяжелые нарушения речи, у нас считаются моторные, сенсорные аллалии, это дети с расстройством акустического спектра, это дети, у которых есть просто нарушение звукопроизношения, и также, ну взрослые дети, да, у которых есть нарушение звукопроизношения, и также взрослые дети, у которых есть нарушение письменной речи. Пожалуйста, обращайтесь к нам, приходите. Поэтому, кто хочет правильно писать, читать, говорить красиво, милости просим, как говорится. Но я так понимаю, что и о сотрудничестве не забывайте. Как-то есть какая-то, не знаю, конкуренция на рынке, либо как-то мило, добро? Ну, на самом деле, такой видимый, конечно, нет конкуренции, логопедов очень много, и логопеды, конечно, занимаются, есть большие профессионалы. Вот, мы сотрудничаем с центрами детскими, у которых нет логопедов, и которым нужно предоставить услуги. Или есть логопеды, но они занимаются менее тяжелыми нарушениями. А, например, приходят детки, у которых, например, сенсорная аллалия, и тогда нам перенаправляют. Да, мы сотрудничаем, безусловно. Поэтому не только, да, час на обращение родителей принимаете, но и каких-то центров, каких-то, быть может, детских садов. Да. Что ж, Елена, спасибо большое. Вас, конечно же, поздравляю с вашим профессиональным праздником, который совсем скоро стартует, который совсем скоро свершится. Ну, и помогайте дальше нашим детям, но не только детям, говорить правильно и красиво. Мы с вами смотрим небольшой опрос, за что жители нашего города любят русский язык. Действительно, его любить можно и нужно. А после возвращаемся в эту студию. Русский язык, он вообще самый красивый язык. Иностранцы его считают самым певучим языком. Мы много окаем, акаем, все растягиваем, особенно китайцы. Вот. Мне кажется, русский язык, он прекрасен. И он богат настолько разными словами. Это, у меня, конечно, лексикон ограничен, сидит в данный момент, с испугу так. Но, мне кажется, он потрясающий просто. Я считаю его сложным. Я считаю его родным. А сказать прям, люблю ли я русский язык или нет, это невозможно. Он просто есть. Люблю я, я сама русская. Люблю. Я родилась здесь, в Самаре. Худешь еще. Люблю русский язык. А скажите, вот многие считают его очень сложно. Вы поддерживаете это мнение? Да нет. Почему? У меня по-русски пятерки, четверки были, я в школе училась. Ну, у меня очень хорошая преподавательница была по русскому языку. Поэтому классная руководительница. Поэтому я, в принципе, всегда любил его и иногда пользуюсь ее советами, которые она нам давала. Но считаешь ли его сложным? Вот многие говорят, иностранцы, что русский язык очень сложный, там много слов-исключений. Вот про это можешь нам как-то рассказать? А кто сказал, что будет легко? С русским языком нет. Никогда не было, не будет, думаю, проблем у русских. Русский язык самый чудесный, самый замечательный. Лучше его не придумаешь. Да, я люблю. У меня прямой пятерки. Да, у меня тоже. А диктанты пишете все правильно на пять? Да, хорошо, да. Особенно словарные слова. Да. Русский язык – это родной язык, так как мы все патриоты, мы его любим. Тут особо выбора нет. Поэтому, да, любим. Сложным, при том, сколько не читаю, почему-то я все равно пишу безграмотно. Но вообще, ну, не страшно. Но он очень красивый язык. Ну, и как бы, наверное, я об этом не задумывалась, потому что, ну, с детства это родной язык. Ну, да, я, правда, не думала об этом. Он интересен тем, что очень много слов, которые иностранцы не понимают, а для нас достаточно, они, ну, в обиходной жизни, в обиходе. Просты, понятны. И значения слов, ну, достаточно разнообразны. Да нет, наверное, да? Да нет, наверное, да, совершенно верно. Мы работаем в прямом эфире, на 202-11-22. Этот номер телефона приведет вас к нашим подаркам. Разыгрываем билеты в кино на заключительную часть легендарной франшизы «Голодные игры. Сойка. Пересмешница. Часть 2», которая состоится, премьера состоится 18 ноября в Киновертикале. Для того, чтобы пойти и увидеть заключительную часть первыми, вам необходимо ответить на наш вопрос. Кто оператор фильма «Голодные игры. Сойка. Пересмешница. Часть 2». 202-11-22. Звоните, свои догадки, ну, я надеюсь, они будут верными, правильными, конечно же, к нам по этому номеру телефона. Что ж, говорить красиво, говорить правильно – это прекрасно, но еще хочется говорить убедительно, чтобы тебя слушали и слышали. Вот как раз в этом нам помогут курсы ораторского мастерства. Я вам представляю, у нас сегодня Константин и Татьяна почтенные, руководители практики, руководители курса ораторского мастерства, риторики, ну и много-много-много другое им подвластно. Но поговорим именно об этом. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Можно ли вас отнести к празднику Международного дня логопеда? Либо все-таки это немножечко другое? Насколько я знаю, этот праздник празднуют все, кто связан хоть как-то с речью. Поэтому я думаю, что ораторское мастерство – это прям напрямую относящаяся к этому профессиям. То есть будете как-то для себя, по крайней мере, отмечать с коллегами, быть может. Хорошо. Ораторское мастерство. Что за этими двумя словами скрывается? Потому что многие ораторское искусство относят к древним временам. Где-то там это осталось. Сейчас в нашей жизни что же это? На самом деле мало что изменилось с тех древних времен. Если мы возьмем какие-то книги античные, то все, что описано об ораторском мастерстве в этих книгах, не сильно меняется в современности. Те книги, которые пишут сейчас, они мало чем отличаются от тех, что были раньше. Не сильно все изменилось. Тем не менее, конечно же, прогрессирует наука, психология, актерское мастерство. Поэтому в ораторской профессии мы сейчас используем очень много всяких приемов, подходов. Их существует три, на мой взгляд. Это подход психологический. Это подход, в котором мы работаем с внутренними процессами. То есть здесь и внимание, и воображение, и работа, например, с волнением, со страхом при публичных выступлениях. Все это подвластно психологии. Тут бывает так, что иногда уже к психологу обращаются с какими-то проблемами контакта и общения. И тогда можно порекомендовать, допустим, как дополнение курса ораторского мастерства. Либо наоборот, человек приходит на курс ораторского мастерства и научается технике, каким-то еще приемам. Но есть какие-то внутренние задачи, с которыми в этом формате уже невозможно работать. И тогда, наоборот, можно отправить к психологу, к психотерапевту. Да, поэтому это такой вот обмен все время, взаимосвязь двух специалистов. И, как я уже говорил, то есть есть вот этот подход психологический, есть подход риторический. Это вот, наверное, такой подход, который существует дольше всего. Риторика как наука существует давно, и ораторское мастерство как часть этой науки. Вот. И риторический подход, он, наверное, больше про текст. То есть в риторическом подходе мы больше разговариваем про текст, про его содержание, про структуру, про композицию, про, да, про вот, все, все про именно про содержание. Про концерт, про выполнение. Да, но с психологической стороны, тут тоже про текст есть такая работа, это, ну, текст как нарушение коммуникации, да, я составляю текст, но в нем могут быть какие-то нарушения коммуникации. Допустим, я все знаю, или там какие-то моменты с да, но, то есть... Вещи, которые могут вызывать у аудитории сопротивление. А вы нам расскажете, поделитесь небольшим советом. Сейчас мы уже с вами, да, скажем три аспекта именно ораторского мастерства, а потом, вот, мне кажется, хочется такое. Ну, какие-то советы, да, я думаю, что мы о них, да, обязательно поговорим. Хотелось бы, чтобы это было еще как-то применимо для зрителей. То есть, первое, это психологический аспект, второе, это риторика. Риторический, и третье, это актерское мастерство. Актерское мастерство, театр существует давно, и в актерском мастерстве огромное просто количество различных техник, упражнений, возможностей, которые можно реализовать в обучении ораторскому мастерству. Там очень много всего, и мы можем использовать это для общения с людьми. Есть, безусловно, разница между театром и ораторским искусством. Все-таки в ораторском мастерстве нам важен зритель как участник какого-то процесса общения. В театре обычно зритель является наблюдателем, но он так подглядывает, подслушивает за тем, что происходит на сцене. Оратор же, в свою очередь, он обязан аудиторию держать с ней, вступать в контакт и так далее. Но, тем не менее, техники работы с вниманием, с воображением, с импровизацией, работы с телом и с голосом, все это мы используем из театральных различных техник. Хорошо. Поэтому это такой синтез подходов. И в ораторском мастерстве можно все это использовать очень успешно. И, наверное, на данный момент, вот в современном публичном выступлении важно использовать все три подхода обязательно. Потому что, если вы один только используете, он будет недостаточен для полноценного обучения. На кого направлены все-таки курсы ораторского мастерства, ораторского искусства? Это актеры, это руководители, быть может? Ну, кто приходит к вам? Кто контингент? Контингент очень разный. То есть это начиная от... Недавно мы совершенно запустили группу для школьников. То есть это подростки. Для них существует отдельная подростковая группа, куда они ходят. И их, конечно, больше приводят родители. То есть родителям интересно, чтобы их дети умели говорить хорошо, грамотно, умели держаться перед публикой, умели красиво доносить свои тексты. Это становится актуально, потому что у них сейчас есть потребность в школе выступать. Конечно. Потом институт, те же самые семинары хотя бы даже. Да. К сожалению, в нашей системе образования ни в школах, ни в институтах это никак не преподается. Потому что если мы возьмем, например, какие-то времена дореволюционные, то риторика обучения выступлениям, это была норма. То есть во всех учебных заведениях это было. Если мы берем ту же Европу, Америку, у них это включено в систему образования. И у них, я знаю, насколько, например, выпускник института имеет на своем счету 200-300 публичных выступлений. У нас, к сожалению, все ограничивается докладами, дипломная работа, как финал нашего обучения. Все это делают часто просто ради галочки, да, то есть нет той отдачи, которую мы могли бы получить. Поэтому школьники, студенты приходят, да, то есть которым нужно научиться выступать, такие замотивированные, наверное, студенты, которым хочется свои тексты преподносить хорошо. И, безусловно, взрослые работающие люди, здесь очень разный контингент. Кто-то не был, не был начальником, вдруг его назначили начальником, приходится выступать перед сотрудниками, человек приходит учиться. Кто-то является уже начальником, штат большой, надо уметь преподносить текст хорошо, приходят учиться. Поэтому это очень-очень разные люди, в основном те, которым нужна эффективная коммуникация. Это и продажи, и юристы, и экономисты, в общем, все-все-все. Иногда даже домохозяйки приходят. Ну, слушайте, мне кажется, говорить красиво хочет любой человек. Но всегда мы с восхищением как-то смотрим на того человека, который умеет так вот встать и практически без заготовки. Добавить часто, часто ораторское мастерство сравнивают, там вот есть некий оратор, огромная аудитория, он вот перед этой аудиторией выступает. То есть такие условия представляются сразу очень сложные, страшные, иногда нереальные совершенно. Не у всех у нас есть просто такая возможность так выступать. Но элементарное общение, мы сейчас с вами сидим, общаемся, это тоже элемент публичного выступления. Я говорю, вы слушаете, у меня уже есть аудитория. Когда вы говорите, мы вас слушаем, у вас есть аудитория. Поэтому это тоже навыки публичных выступлений. В конце концов, наверняка есть среди наших знакомых те люди, которые рассказывают какую-то историю, ну, прям невозможно отвести глаза, невозможно отвести слух, потому что очень интересно, очень занимательно. Кто-то рассказывает, вроде бы ту же самую историю, но не умеет. Пожалуйста, даже в этом банальном бытовой уровне. Да, но в общении же участвуют у нас жесты, мимика, голос, тело, да, то есть эмоциональные какие-то реакции, телодвижения, то есть если это уже что-то такое большое, то есть очень много процессов каких-то. И не все люди их включают, и не все даже осознают возможность их включения. Мне кажется, вот это тоже... Так, давайте я запущу процесс для наших телезрителей. Второй. Так, есть у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Вы любительница ли фильмов «Голодные игры»? Ну, первую смотрела. Первую смотрела. Ну, я предлагаю посмотреть... Да, вы можете посмотреть. Я вам предлагаю, да, посмотреть «Голодные игры» «Сойка. Пересмешница. Часть 2». И чтобы попасть на премьерный показ, необходимо ответить на мой вопрос. Кто же оператор фильма? Джо Уильямс. Слушайте, ну, вы молодец. Так, первую часть. Да, вы подготовились, вы молодец, я вас поздравляю. В киновертикаль отправляетесь вы с кем-то, быть может, друг, быть может, подруга, мама, папа, ребенок, быть может, все возможно. 18 ноября освобождайте планы на вечер, и приятного вам просмотра. Что ж, вдогонку вам задаю еще один вопрос. Отправляем вас на концерт Евы Польна, который состоится в ночном клубе «Звезда» 14 ноября. В каком году Ева Польна начала свою сольную карьеру? 202.11.22. Ответите первым, ответите правильно, получится два билета на концерт. Ну, от вас хочу услышать какие-то, быть может, практические советы. Действительно, очень многие сейчас говорят, не задумываясь, но так скажут, что вот почему-то встает какая-то стена, какой-то барьер. С чем это связано? Вот самые такие, быть может, ошибки, рейтинг? Мне кажется, что вот я для себя выделяю таких несколько основных. Понятно, что очень много всяких деталей есть в ораторском мастерстве, над всеми над ними можно работать. И над речью, и над внешним, да, над невербальным сообщением. Мне кажется, есть вот такие основные все-таки пункты, через которые необходимо пройти человек, который выступает на сцене, для того, чтобы это выступление было действительно успешным и эффективным. Первое — это у оратора должна быть цель выступления, безусловно. То есть если у него нет цели, нет задачи, если это выступление ради самого выступления, тогда ничего и не совершается, ничего не происходит. И ораторы, выступающие, удивляются, почему я вот там хотел, чтобы люди пошли там, что-то у меня купили, что-то, я не знаю, куда-то пошли, что-то совершили, но они ничего не сделали. Часто это происходит просто потому, что у человека нет реальной цели и задачи. Мы, иногда я вижу публичные выступления, просто вот в жизни люди выступают, не осознавая, что они выступают. Вот, недавно еду и вижу, как стоит милиционер, разговаривает с какой-то женщиной, и эта женщина активно жестикулирует, что-то этому милиционеру говорит, доказывает. Я понимаю, что она в этот момент находится в процессе выступления, и она, безусловно, очень включенная в него. У нее есть цель, да, там, убедить этого человека в своей правоте. Что все хорошо, ничего я не сделала такого криминального. Да, и это важно для оратора, если у него есть вот эта внутренняя заряженность, огонь, включенность, желание, в первую очередь, что-то, чтобы публика сделала после его выступления. Тогда выступление проходит хорошо, тогда оратор меньше отвлекается на свое волнение, например, да, то есть он не так сильно концентрируется на том, что ему страшно. Он думает о зрителе. Он доносит, да, он реализует свою цель. Так, это первое. У нас есть звонок. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, меня зовут Алина. Ну, я так понимаю, вы к нам с определенной тоже целью, получить два билета на концерт Ева Польна. Давайте рассказывайте, в каком же году Ева Польна начала свою сольную карьеру? Ну, я думаю, в 2009 году. Да, действительно, это верно. Она объявила о распаде группы, ну и свою сольную карьеру запустила. Первая песня «Парни не плачут», это в ее сольном репертуаре появилось. Ну, потом клип и пошло-поехало. Вас поздравляем, два билета на концерт достаются именно вам. Спасибо большое за звонок. Так, хорошо, с целью определились. Дальше. Что нельзя произносить, к примеру, или обязательно можно? Ну, знаете, меня всегда удивляло то, как люди готовятся к выступлению. Это всегда довольно удивительно. Есть в этом некий парадокс. Если, например, взять театр и взять актеров, то для того, чтобы подготовить спектакль, там, часовой, двухчасовой, актеры обычно репетируют. Репетируют много. То есть, там, например, чтобы поставить какой-то спектакль, нужен месяц, два, кто-то полгода репетирует спектакль. Это много часов. И все это происходит, люди ходят по сцене, жестикулируют, говорят. То есть, необходимо, неужели необходимо репетировать прям? В чем беда? Основная масса людей готовится к выступлению, сидят за столом ночью, включают в себе свет, да, и пишут текст. И проговаривают максимум, но про себя. Да, и они его просто вот написали текст, прочитали, иногда еще хуже заучили, и потом, забывая хотя бы одно слово из этого текста, они, в принципе, теряют все свое выступление. И тогда все выступление превращается в такое воспоминание. Что же я там делал ночью за столом, когда писал свой текст? К Татьяне хочу обратиться. Я понимаю, что вы, у вас психологическое образование, так? Да. У Константина тоже. Тоже, да? Вот я с таким вопросом. К этому. Я раньше боялась ужасно телефонных разговоров. И практически прописывала себе, проговаривала, как я буду разговаривать, разные ответы придумывала, и вот так задавала. Это правильно, либо это какое-то психологическое уже затруднение? Либо так вот, это репетиция была? Ну, наверное, это был ваш способ снизить какую-то свою внутреннюю тревожность. Вот, возможно, он был какой-то ресурсный. Вам помогло? Помогло. Помогло, значит, это было для вас правильно, потому что тут все способы хороши. И мне кажется, чем больше вариаций того, как вы репетируете, я иногда предлагаю, например, взять человеку мяч. У нас, к сожалению, очень мало времени, поэтому должна с вами попрощаться и, конечно же, ждать вас когда-нибудь в эфире у нас. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова